Вес участников Соревнования начались Весовой категории 108 кг Очевидно, здесь будет небольшое количество участников 7-8 человек Остальные выступали в утренней смене Так, американский спортсмен зафиксировал вес 165 кг Пока результаты группы Б нам неизвестны Но через некоторое время мы их получим Оба наших спортсмена выступают в сильнейшей группе Так называемая группа А И шишлянников, и сырцов Показывают подготовку участников Волнуются участники Польский спортсмен Первый подход Вообще сборная Польши на этом чемпионате выступает очень удачно И мы неоднократно видели, как здорово выглядели здесь представители Польши После весовой категории 99 кг Впереди в командной борьбе спортсмены Китая Выступило 9 спортсменов 553 очка у них Болгарские спортсмены закончили соревнования У них всего 7 участников Пока они на втором месте 521 очко На третьем месте турецкая команда Тоже 521 очко 9 участников У них еще один участник Поэтому они смогут обойти болгарскую команду Наша команда пока после 99 выступило 5 участников Они занимают шестое место 303 очка Но напомним Сегодня на помост выйдет еще 4 наших участника Самые сильные участники И мы вправе ожидать высоких от них результатов И достаточное количество очков в копилку российской команды Ну будем болеть Надеяться ждать Продолжение следует ... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодняшних соревнований Сейчас свой третий подход совершает Польский штангист Мариуш Ядра Только с третьей попытки Он зафиксировал вес 175 килограммов Был на грани краха То есть баранки Нет, извиняюсь Первый подход у него был удачен Он 170-175 Он не зафиксировал И вот заканчивает соревнование в рывке С результатом 175 килограммов Вот это выступающий за команду Германии Дмитрий Прохоров Наш бывший спортсмен Вы видите, что его первая попытка Оказалась удачной Его первый подход к весу 170 килограммов Теперь он выходит на 177,5 К сожалению, неудачен второй подход Имеет возможность исправить свою ошибку У него еще один подход Вы понимаете, что соревнования мужчин В весовой категории до 108 килограммов Мы смотрим в так называемом купированном виде Или summary То есть мы показываем вам его не полностью И предлагаем вам посмотреть самые интересные моменты этих соревнований Готовится наш участник Евгений Шишлянников Ну, уже очевидно к большему весу Потому что 177,5 Он к этому весу по правилам уже не имеет права подходить Так как подходил германин и спортсмен Прохоров Вот сейчас его показывает Его последний подход Один подход остался к этому весу И следующий вес будет увеличен Мы говорили о собственном весе спортсменов Соревнования начинаются у них во время взвешивания Как Александр Геннадьевич говорил Кто легче, у того преимущество Как минимум на 2,5 килограмма И вот из 7 участников группы А Самый легкий Наш Сергей Серцов 105 ровно Ну что ж, третий и во многом решающий подход Дмитрия Прохорова Брохорову вес 106 килограммов 950 граммов К сожалению, неудачно Закончил рывок с результатом 170 килограммов Вот показ многие спортсмены делают ошибку То есть, как называют, отбив штанги Отбивают бедрами и штанга идет по большой дуге И участник, штангист не может ее удержать Ну что ж, Шишлянников В борьбу вступает наш спортсмен 185 килограммов, если я не ошибаюсь Вес штанги Евгений Шишлянников, чемпион мира среди юниоров В этой весовой категории Первый подход Осталось 30 секунд, предупреждает Гонг Держи, держи Ой, расслабляется нельзя Вот только теперь получает Ну, ошибок не было Показывает наших тренеров Сейчас посмотрим Да, вес засчитан 185 Первый подход Успешное начало, но нельзя расслабляться Видите, он хорошо Вырывает И, как говорит снаряд Таскает его по помосту Тем не менее, вес засчитан Ну что ж, молодец Уже в первом подходе он показывает Достаточно высокий результат 185 килограммов Это высокий результат А вот и Сергей Серцов Тот же самый вес Штанга Он идет к этому же весу Но так как он легче Он имеет преимущество Он является рекордсменом мира в этом упражнении Правда, в более легкой весовой категории До 99 килограммов В этой категории его старт впервые Уверенно справляется Хорошее начало Показывает наших тренеров Врача сборной команды Юрий Николаевич Ноздрина Он давно работает со сборными командами Еще со сборной команды Советского Союза Теперь со сборной команды России Вес увеличивается 190 килограммов Вес штанги Это китаец Чой Венхуа А вот вступает Последний китайский спортсмен Из команды Он очень сильный Видите, первый подход у него к весу 190 килограммов На 5 килограммов больше Чем начали наши участники Посмотрим Команда Китая уверенно лидируется Лидирует И вот еще один участник Который может внести Достаточную лепту В копилку Очков сборной команды Китая Да Уверенно, удачно справляется С весом 190 Выходит к лидерам А рекорд в этом упражнении Как мы говорили Принадлежит Украинцу Все три рекорда Рывок 200 килограммов Тимуру Таймазову На этих соревнованиях Он участия не принимает Мы не видели его Ну и вновь Друг за другом На обомост выходит Наши Вначале Евгений Шишлянников А затем За ним последует Сергей Сорцов 190 килограммов Без штанги К одинаковому весу Шишлянников Выходит раньше Серцово Потому что По жеребию У него Более меньшие Более меньшие Цифры То есть Номер меньше Перед Началом соревнований Происходит Жеребевка Участников Каждый участник На время соревнований Получается О 190 килограммов Зафиксировал Гораздо увереннее Чем в первом подходе Еще раз показали Главного тренера Сборной команды России Заслуженного Тренера мира Россия Горулева Павла Сергеевича А сейчас Вызван Сергей Сорцов Второй подход Кстати сказать Вес Шишлянников 106 килограммов 350 граммов Он тяжелее Серцова Серцов Самый легкий Тридцать секунд Время неуклон Бежит Мало осталось Улить Верху Секундомер Надо уложиться В минуту Обидно Второй подход У Сорцова Неудачный Он имеет Еще один подход Ну и судя по всему Сейчас выйдет В третий раз На помост Если других участников Нет Тогда ему дается Две минуты На подготовку И Серцов Выходит на помост Третий подход Да Так оно и есть Вот видите Врача нашей команды Сергей Серцов Готовится Время на подготовку У него есть Я напомню Что очень сильный Китаец Чой Венхуа Уже зафиксировал Этот вес И сделал это Он в первом подходе Так что у него есть На Один подход Больше Для того чтобы Увеличить свой результат Чем у наших Спортсменов Кстати говоря У китайцев Тоже небольшой вес 105-700 В данном случае Он имеет преимущество Перед шишлянием А Серцова По весу он проигрывает Но Серцова Обязательно Надо фиксировать 190 килограммов Для того чтобы Придеть участие В борьбе За золотую медаль 30 секунд Ах ты Не уверенно Выступает На этих соревнованиях Серцов 190 килограммов Ему не покоряется И в активе У него 185 килограммов Каков результат Сергея В первом упражнении Вот сейчас Как раз На помосте Развивается Китаец Чой Вен Хуа Это будет Его второй подход Еще у шишлянников Один подход Второй спортсмен 195 вештанги Значит Шишлянников Тоже рискнул Прибавить В третьем подходе 5 килограммов Очевидно Борьба за медали И развернется Между этими Трими участниками Два спортсмена России И китаец 30 секунд У него осталось Мало времени Успеет ли он Фиксирует спортсмена И выходит в лидеры Слово за шишлянников Но даже если Шишлянников Зафиксирует Вес 195 килограммов Он проиграет Китайскому Спортсмена В связи с тем Что он тяжелее Его Вес китайца Напоминаю 105 килограммов 700 граммов А у Евгения 106 килограммов 350 Еще раз показали Повтор Хорошо справляется Техничный спортсмен И как правило Еще все Азиатские спортсмены Очень гибкие Ну что ж Китайский не рискует Правильно делает Правильно делает Потому что Естественно 197,5 килограмма Это на 2,5 килограмма Меньше мирового рекорда А 195 Если он фиксирует Серебряная медаль 30 секунд Да К сожалению Неудачен подход Он заканчивает Соревнование С весом 190 килограммов Но очевидно Это серебряная медаль Остается Один спортсмен Что-то он Прихрамывает По-моему Неужели травма Да Сделает тягу Посмотрите Что-то у него С правой ногой Он держится за ноги Не дай бог Впереди Еще соревнования Во втором упражнении Толчке Надо сохранить силу А вот мне кажется Что сейчас Китайский пойдет На мировой рекорд На штанге Вес штанги 200,5 килограммов У китайцев Остается третий Последний подход И наверное Он решил использовать Его именно Для того Чтобы установить Мировой рекорд Поскольку соревнования В рывке Он уже выиграл На этом чемпионате Огромный урожай Мировых рекордов Собрали 200,5 килограммов 200,5 килограммов Рекордный вес Третий подход Китайского спортсмена Он заканчивает соревнования Ну что ж Посмотрим Будет ли Очередной Мировой рекорд Или нет В этом На этом чемпионате Огромный урожай Мировых рекордов Собрали Женщины В основном Это Китайчанки И турчанки И Закончились у них Командные соревнования Вчера Ну что же Наша Команда России Заняла Всего лишь Седьмое место Завоевав Только лишь Две медали И то в упражнении Серебро в рывке И бронза в толчке Да Близок был Китаец К установлению Рекорда Мирового К сожалению Подход неудачен Тем не менее Он Обладатель Золотой медали Чемпионата мира И преимущество После первого упражнения Перед остальными Спортсменами Еще раз повторяю Близок был К установлению Немножко Расслабился Сейчас вот сбоку Нам покажут Профиль Штанга ушла назад Не удержал А вот итоговый протокол По итогам Первого упражнения Рывка Чой Винхуа Китаец Как мы и сказали С результатом 195 килограммов Выиграл Эти соревнования Евгений Шишлянников Сергей Серцов Заняли соответственно Второе и третье места Так что На счету Нашей сборной Очередные Две награды К сожалению Пока не удается Выиграть высшего Медали высшей Пробой Что называется Не удается выиграть Золото на чемпионате мира Но может быть Сегодня мы все таки Увидим это Очень хотелось бы На это надеяться Ну а сейчас Начинаются соревнования В этой весовой категории Во втором упражнении В толчке Корейский спортсмен На помусте 30 секунд Еще раз услышите Гонка Предупреждающая Спортсменов Что им нужно Выполнить упражнение В оставшееся время То есть 30 секунд Услышите команду тренеров Естественно Все подают их На своем языке Но в переводе Одно и то же Все говорят Держи, держи Эта штанга Вверху Удачный подход Со второго захода Тем не менее 215 ему покорились Между тем Штанга тяжелеет 217 с половиной 217 с половиной Это будет второй подход Лидера соревнований После первого упражнения Китайцы Чоэ Вэнхуа Китайский спортсмен Напомнил 210 толчки Он зафиксировал 7 килограммов Прибавляю В этом упражнении Китайский спортсмен Сил 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 И у нас есть надежда На успешное Выступление Шашлянникова И Сарцова Мы надеемся Что в этом упражнении Они обойдут китайцы Я напомню После рывка Шашлянников Проигрывает 5 килограммов Китайцу А Сарцов 10 Вот видите Китайцы Фиксируют 217 с половиной Килограммов Уже неплохая У него сумма Но наши Участники Еще не начинали Соревнования Шашлянникову Проигрывающему Китайцу 5 килограммов Нужно Выиграть У него В толчке 7 с половиной Так как Он тяжелее Китайца А Сарцову Нужно сравняться Потому что Сарцов легче Но ему Для этого Нужно Обыграть Китайца На 10 килограммов Сегодня мы Еще не видели Американца Вот он Как раз Выходит На помост Американец Вес Барнетт Тот же самый вес И тоже Вторая попытка 217 с половиной С половиной Килограммов Вес штанги 212 с половиной Зафиксировал В первом подходе Сигнал 30 секунд Время мало К сожалению Мы уже говорили Были такие случаи На этом чемпионате Прям без подготовки Прям без подготовки Подходит Берет Не настраиваясь Что с груди А с груди Ему вряд ли Защитает Да И тем более Он уронил за голову У него две были ошибки Первая ошибка Дожим Особенно явно Был выражен В левом локтевом суставе Ну и Не было фиксации Штанги К тому же Снаряд упал за голову А в данном случае Даже если Упражнение Выполняется По всем правилам Но снаряд падает За голову Или за территорию Отведенного Место для соревнований То есть Помоста 4 на 4 Попытки считаются Неудачны Вес не засчитывают Штангист должен Опустить Снаряд Перед собой На помост Причем Запрещается Бросать снаряд Если снаряд Брошен Как говорится Сверху Вес не засчитывается При обрезиненной штанге А сейчас все штанги Обрезиненные На них Проходит соревнование То есть Диски Резиновые Разрешается Отпускать Гриф Только после того Как гриф Штангу Разрешается Отпускать После того Как гриф Прошел Уровень пояса Если раньше Упражнение Не засчитывается Сигнал Поляк Мариуш Едра 217,5 килограммов Тот же самый вес 210-215 Первый Третий подход Заканчивает соревнование Пока этот вес Удалось Зафиксировать Только китайцу Чой Вен Хуа Одному из претендентов На победу В том числе И по сумме Двоеборья А поляк Судя по всему Собирается Бороться за награды Правда Только в этом Упражнении Прекрасно Справляется С этим весом В отличие От первого Упражнения В толчке Он использовал Удачно Все три попытки В первом упражнении Он зафиксировал Вес 170 Килограммов Заканчивает соревнование И у него в активе 387,5 килограмма Его сумма А вот и Сергей Серцов А вот и Сергей Серцов Его первый подход 220 килограммов Вес штанги А что касается Поляка То он Один из самых тяжелых Здесь В этой весовой категории И Во всяком случае Уже Проигрывает Китайцу По собственному весу И он закончил соревнование В отличие от китайца Сергей не рискует 220 Первый подход Если китаец Останется на весе 217,5 килограммов То Серцову Нужно будет Зафиксировать 227 Напоминаю Он легче И проигрывает После первого упражнения 10 килограммов Китайцу Жрянников Очевидно Стартовать будет С большего веса Потому что По жребию Он стоит выше Серцова А вот это уже Никуда не годится Первый подход Как говорят Штанбисты Смазан Это плохо Показывает Горулева Тренирует Походим К этому весу Во вторых подходах Участников нет Если китаец Пойдет к этому весу То после выхода Серцова Потому что У китайца Третий подход У Сергея Второй Переживает Тренер Переживает Участник Да Действительно Неудача В первой попытке Всегда Откладывает Неприятные Ощущения Иногда Даже У некоторых Спортсменов Появляется Неуверенность Но Мы надеемся На Сергея Опытный Спортсмен Прекрасный Спортсмен Прекрасный Человек Второй Подход Все мы Переживаем Сейчас Должен Быть Удачным Тяжелые Эти Секунды Да Это Не на тренеров Но У нас Тем более Их осталось Всего Лишь Тридцать Хорошие Взятия Легко Встает Ну Фиксируй Безобразие Это Это уже Большая Неприятность Запахло Грозой Тридцать проиграл и неоднократно проиграл чемпионата мира именно в последних подходах. Но тогда он в первых подходах фиксировал веса. А сейчас он, к сожалению, даже вот в двух первых подходах вес не зафиксировал. Бывший соотечественник у нас Рохоров. Вес штанги тот же. Сергей грешил всегда толчком от груди, но чтобы так во всяком, первые подходы всегда у него были удачные. Тяжело встает. Также неудача. Ну, у Прохорова это третий подход. Он зафиксировал 215. Сейчас будет последний подход корейского. Штангиста. У него пока на счету 215 килограммов. Сейчас он выходит к тому же самому весу 220. За ним на помосте появится лидер. Китаец Чой Венхуа. Победитель соревнований в рывке. В стартовом протоколе китайский спортсмен стоит выше корейца. Но так как кореец перед этим подходил к штанге меньшего веса, то есть 215 килограммов. А китаец 217 с половиной. В третьем подходе кореец идет первым к одному и тому же весу, то есть 220 килограммов. Третий подход корейца. Заключительный. Китаец готовится. Все. Ему сразу дали сигнал опустить, потому что при взятии снаряда на грудь он коснулся локтями коленей, что правило не запрещено. В этом случае даже не дают спортсмену вставать, сразу включая сирену и включается красный свет, как вы и видели. Касание коленей и тут же сигнал. Да, китаец не рискует. Третий подход 220. Ну и остается еще один подход у нашего Сергея. Следующим будет Серцов на помосте. Для китайца, конечно, это важный подход. Если он фиксирует этот вес, он набирает хорошую сумму и отрывается. Шашлянников еще не начинал соревнования. Он имеет право сделать первый подход к весу не меньше 222,5 килограмма. Тридцать секунд Встает легко и фиксирует. Ну что ж, заканчивает борьбу. Китаец успешно использовал пять зачетных подходов в его активе сумма 415 килограммов. Пока он лидер и помешать ему может только один наш спортсмен Евгений Шашлянников. он еще не начинал соревнования в этом упражнении. И сейчас Вновь американец Вест Барнетт пока что появляется на помосте. Это его третий будет подход. Ну, раз он американец идет к этому весу, то он идет раньше Серцова, потому что он подходил к весу 217,5 и зафиксировал. Вновь без подготовки подходит. И на этот раз справляется с весом, судя по всему. Молодец. Засчитывают ему этот подход судьи. Все. Судьи засчитывают американцу подход 220 килограммов. Он заканчивает выступление на чемпионате мира. очень неплохой результат во втором упражнении в толчке. Нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы все-таки в третьем подходе Сергей Серцов также одолел этот вес. Ну что же. На волоске висим. Ах. Сергей Серцов а он на заднем плане опустил голову его брата и даже больно смотреть. Переживает. Бывает такое состояние в древней живейшем. Чемпионат мира третий подход в первой и в первой и врачной. Но мы верим не можем подсказывать Лейхо. Ну, не торопись. Молодь. К сожалению, подобные неудачи мы не ожидали. Сергей Серцов заслуженный мастер спорта. Наша надежда по предварительным результатам он был выше всех спортсменов 430 и нулевая оценка во втором упражнении и толчке. Остается Шишлянников. Но что-то похоже все готово к церемонии награждения. Еще раз напоминаю, что нам показывают только отрывки из сегодняшних соревнований и мы не видим к сожалению Шишлянникова среди призеров и среди вообще говоря лидеров не совсем понятно что именно с ним произошло. Может быть отказался от выступления во втором упражнении из-за травмы. Мы помним, что у него да, да, он не выступал. Вот мы видим сейчас с вами, что он не выступал к сожалению. Да, так что во втором упражнении мы совсем неудачно выглядели. Оба наших участника и вот мы видим что китаец поляк и американец вот так вот распределились призовые места по сумме двух упражнений и оба наших участника остались в самом конце итогового протокола. Наши участники получат награды только за первое упражнение серебро и бронзу. Но это редкость. Подобной неудачи у нас давно не было. Чтобы в одном упражнении в одной весовой категории сразу две нулевые оценки. Один раз только был крах советской команды когда на Олимпийских играх 72-го года в Германии четыре нулевые оценки получили спортсмены Советского Союза. После этого подобных вещей не было. И вот к сожалению на 68-м чемпионате мира в Таиланде россияне получают две нулевые оценки в толчке. Обидно, горько. Но отрада в том, что награждение производит наш российский вице-президент Международной Федерации тяжелой атлетики Николай Николаевич Пархоменко. И в очередной раз на этих соревнованиях звучит национальный гимн Китая. Китая. Китая.